Музыка По ее закону родитель, который запрещает ребенку интересоваться гомосексуализмом, просто решается родительским вопросом. Это просто, я хочу назвать, открытый бунт против Бога и против человечества. За этим стоит дух Антихриста, который действует против любого Божьего восстановления. Сам Антихрист будет гомосексуалистом, потому что написано, что женской любви не будет желать. Власть должна защищать добро, а не зло. Если не покаются люди от этого греха, по-моему, и попадут в ад. Это самый страшный суд, который будет в их жизни. Лучшее, что отец может сделать для своих детей, это любить их мать. Здравствуйте. В эфире передача «Х-ракурс», передача, которая поможет вам взглянуть на мир с иного ракурса. В наших предыдущих передачах мы рассматривали тему об однополых браках и об усыновлении этими семьями детей. Сегодня мы продолжим. Нам поможет наш постоянный эксперт, старший пастор Церкви Слова Жизни в Армении Артур Симонян. Здравствуйте, пастор Артур. Приветствую. И с нами снова в студии старший пастор Церкви Слова Жизни города Нижневартовск Василий Витюк. Здравствуйте, пастор Василий. Здравствуйте. Приветствую вас в студии и приветствую гостей нашей программы, телезрителей нашей программы. Я сразу перейду к своему вопросу. В некоторых странах, ну например в Германии, в начальных классах уже введено обучение гомосексуальным нормам, морали. В начальных классах в Германии все это предоставляется в виде сказок, игр. Все наши старые добрые сказки, они превратились в какой-то гомосексуальный маскарад. Многие родители, в частности родители христиане, они предпочитают своих детей обучать, то есть давать образование в домашних условиях, несмотря на то, что государством такой вид образования запрещен. Как по-вашему, что делать в этой ситуации? Это не только в Германии, есть много стран, ряд стран, западных стран, которые просто общеобразовательная программа это привозит. И тоже самая большая компания мультиков, которая тоже верит к этому. Это сильная большая пропаганда, которая идет очень сильно. Для меня всегда был вопрос, почему детям хотят с первого класса обучать сексуальных вопросов. Сам-то я очень много изучал характера ребенка, психолога ребенка. И знаете, к чему я пришел? Пока ребенок не задается вопросом, сексуальные вопросы пока не задает, ему не надо просто грузить этим. Это лишний груз для ребенка. Потом я, если я даю своего ребенка, чтобы в школу, я даю, чтобы он учился, он или она учились математике или писание, как писать, как читать, все это самое. Мне не хочется, чтобы кто-то моих детей учил, как сексуально жить. Я родителям имею полное право. Потому что государство, не заботитесь, как моя жена рождает, допустим, не как мои дети растут, а как все эти выросли, дайте нам руки, и чтобы мы их воспитали. Вот это есть сила семьи, сила, которая семья имеет. Каждая семья, мама и папа, должны принести воспитание ребенка. И школа ни в коем случае не должна взять ответственность наших детей, хоть это в Германии, хоть где, воспитать, вот дать сексуальное воспитание. И по-ихнему, как они думают, как они хотят. Допустим, в Америке есть домашнее обучение, и, значит, тоже атаковано сейчас очень много людей, хотят открыть, закрыть домашнее обучение, чтобы они давали детям то, что они хотят. И вот для меня большой вопрос возникает, почему такая большая пропаганда? У меня знакомая учится в Сан-Франциско, и она учится, чтобы стать воспитателем в детских садах. Она была в шоке, потому что учительница приходит и спрашивает, у кого есть гомосексуалический опыт, говорит. И все подняли руки, кроме ее и другого эмигранта, который из Индии был. И они начали издеваться. Помните, два передачи назад, вот с Александром Шевченко, он классный вещь сказал, Алексей Шевченко. Шевченко сказал, если 50 ненормальных людей соберутся, и один нормальный, скоро дурдом откроется для этого нормального человека, чтобы его исцелить, потому что все это с ума сходят. А на них начали издеваться. Говорят, мы сами даже неловко себя почувствовали, что у нас нет такого опыта. Но потом мы стали гордиться, потому что мы знаем, что этим мы богослужим. И почему вот именно в детских садах привезти вот таких в Москве учеников. И вы знаете, что интересно, им не давали места вот в этих классах, чтобы они быстро поднялись. А у кого есть опыт, им давали. И сейчас наши дети очень сильно атакованы. Это вызов любого христианина, родителям, чтобы с детства своих детей учили правильной сексуальной ориентации. По законам ювенальной юстиции и европейской хартии, любой родитель, запрещающий ребенку интересоваться гомосексуальной жизнью, он просто лишается родительских прав. Пастор Василий, что вы скажете? Да, но я бы хотел подчеркнуть то, что сказал пастор Риту, что, к сожалению, под вывеской воспитания детей приходит пропаганда. И здесь очень очевидно, что мы имеем дело не с воспитательными программами, которые, к примеру, воспитывают детей, толерантные отношения. Детям говорят, вы знаете, вы в своей жизни при каких-то ситуациях и случаях можете столкнуться с такими людьми, ну как-то будьте к ним снисходительными. Это не воспитание детей, это пропаганда этих отношений среди детей. Это навязчивая пропаганда. Более того, это агрессивная пропаганда. И мы имеем дело с нероспитанием. И тогда школа берет на себе совершенно другие функции. Не воспитательные, а пропагандистские функции. И вот как раз происходит подмена. Но, снова вернемся к вопросу, почему это происходит? Мы в предыдущей программе говорили, почему происходит поддержка однополых браков. И поддержка однополых браков, так называемых браков, хочу уточнить, это всего лишь нашел инструмент, который направлен на разрушение традиционной семьи. Потому что одна из функций семьи это репродуктивная, но вторая функция семьи это воспитательная. И те люди, которые стоят за этими процессами, они хотят лишить семью ее одной из основных задач. Воспитание ребенка, формирование ребенка в соответствии с своими убеждениями и устоями. Знаете что? Когда не будет института семьи, сегодняшние дети это завтрашний ресурс для государства. И завтра дети будут принадлежать, все делается, чтобы дети не принадлежали семье. И сегодня уже витают более опасные идеи, которые завтра будут пропагандироваться. Эти идеи звучат следующим образом. Родители, семья не имеют права на ребенка. Они являются только биологическими даятелями жизни ребенку. А ребенок принадлежит государству. И тогда не семья, потому что очень часто воспитание в семье, особенно в нравственных нормах, вступает в противоречие с теми нравственными нормами, которые пропагандируют люди, стоящие у власти, которые отстаивают. И тогда получается конфликт. Но если ребенка извлечь из семьи, если лишить семью права воспитания ребенка, тогда воспитанием будет заниматься государство. И в принципе то, о чем мы говорим в Германии, отсутствие закона о семейном образовании, это как раз и есть вот это проявление, которое говорит о следующем. Семья не имеет права на ребенка. Ребенок принадлежит государству. Мы тебе дали ребенка, ребенок не твой. Мы тебе дали ребенку, чтобы ты его воспитывал в соответствии с теми нормами и понятиями, которые у нас есть. И если ты не будешь правильно воспитывать это ребенка, мы его заберем, что и происходит на Западе. И это все вещи направлены на то, чтобы разрушить институт семьи. И мы знаем, что семья это Божье установление. Поэтому за этим 100% мы знаем, что стоят определенные люди, мы, может быть, не можем называть их по именам, но за этим стоит Дух Антихриста, который действует против любого Божьего установления. Против царки, против семьи, против того устройства, которое есть у Бога, против тех союзов, заветных союзов, которые установил Бог. И мы знаем, что семья – союз между мужчинами и женщиной. Это больше, чем просто симпатия, это заветные отношения, которые даровал Господь. И репродуктивные функции семьи, они пытаются разрушить через однополые браки. И функции воспитательные отнятия семьи. И это, к сожалению, политика, которая проводится целенаправленно и последовательно. И если мы не осознаем этого, мы, я имею в виду христиане, исповедующие библейские и евангельские нормы, мы не объединимся, нас ждут печальные последствия. Я хотел бы добавить еще одно, потому что Баграт, ты сказал, что многих… Можешь повторить этим вопросом, что многих европейских странах лишат родительских прав, да? Ювенальная юстиция, европейская хартия имеет ювенальную юстицию, и по ее закону родитель, который запрещает ребенку интересоваться гомосексуализмом, просто лишается родительских прав. Вот я что хотел ответить именно на этот вопрос. В Библии у нас есть хороший пример, когда Иосиф и Мария увидели, что смерть ожидает ребенку, и ангел явился, и говорит, убегайте в другую страну, пока ребенок вырастет, когда станет взрослым. Но вот если я жил бы в Европе, и такой вопрос был бы передо мной поставлен, я давно взял бы моих детей и убежал бы туда, где я могу нормально своих детей воспитывать. Почему вот один актер не хотел платить налоги, и вот переехал в Россию, и опублично объявил, что я переезжаю в Россию, потому что я не готов эти налоги платить, и сейчас сейчас система... И с той же Франции. Да, тоже Франции, между прочим. И тоже сейчас система налога начала думать об этом, потому что и другие начали вот так поступать. Вот если некоторые христиане или некоторые моральные люди взяли бы из своих детей и сказали бы, мы отказываемся от этого в Европе, а насколько они хотят, могут отказаться от Европы и прийти в какую-то страну, где можно ребенка воспитывать как ребенка, не как гомосексуализм или что, если ребенок хочет изучать или что. Почему они тогда так не делают? Сегодня нельзя выиграть Европу и выиграть своего ребенка. Если где-то запрещают ребенка воспитывать, тогда, пожалуйста, приезжайте. Едут другие страны, где разрешают воспитывать своих детей, а когда ребенок уже будет взрослым, пускай опять возвращается туда. Но я думаю, родитель берет ответственность за своего дитя. Вот на что я этот вопрос хотел бы ответить просто. Спасибо. Добро пожаловать в Армению. Или про все, или где можно воспитывать. Вы затронули вопрос Франции. У меня провокационный вопрос. Мы в нашей прошлой передаче говорили о принятии закона Франции. Не только Франция, Дания, Голландия, некоторые штаты Америки, они приняли закон об однополых браках. У меня вопрос. В частности, в 13 главе Ревненов говорится, что каждое правительство от Бога. Говорится конкретно, подчиняйтесь правительству, подчиняйтесь законам. Властям, да. Властям. Как понять и как делать? Знаете, есть закон библейский, есть закон государственный. Но когда государственный закон совпадает с библейским, мы держим эти законы. Но когда уже государственная мораль уходит, вот допустим, во время коммунизма говорили, что нельзя поклоняться Богу. Потому что за это... А что думаешь, христиане не поклонялись Богу? Они поклонялись и за это в тюрьмах сидели. Даниилу Кальвам кидали. Потому что он не поклонялся. Среди ракмистов обдинарки. Им бросили в огонь. Потому что они не поклонялись. Возьмем пример Петра, когда он сказал, кого больше слышать? Бога или вас? Когда его запрещали просто проповедовать. Он сказал, первыми слушаем Бога. Но я верю, что наши законы должны как-то совпадать с библией. Тогда мы будем держать эти законы. Но если я увижу, что наши законы страны против библии, против Бога, я выберу Бога, хотя в тюрьме. Даже. Спасибо. Пастор Василий. Я бы хотел добавить по этому поводу следующее. Если мы посмотрим именно внимательно 13 главу, то мы увидим, что первый стих говорит именно о установлении, не постановлении властей, то есть не закона, который принимают власти, а именно установлении самого института власти. Институт власти от Бога. Человек, имеющий власть над человеком, это установлено Богом. Поэтому противящийся самому институту власти, противится Богу. То есть кто говорит, что власти не должно. Тот, кто пропагандирует анальгию без власти, отсутствует любой власти, противится Божьему установлению, и Бог установил власть. И там дальше написано, они повлекут наказание или осуждение. То есть если не будет власти, помните этот мультик про милиционера дядю Степу, который пропал там где-то милиционер. То есть если не будет власти, то проявление власти, да, скажем, то это будет просто наказание для нас. Но вы заметили, что следующий стих, третий стих, говорит о функции и задачи власти. Власть должна защищать добро, а не зло. То есть власти дан меч для того, чтобы наказывать зло. И, к сожалению, сегодня люди, которые взяли власть, они используют эту власть вопреки божественным принципам. Я не говорю все, я не говорю везде, но мы видим эти проявления. И тогда власть на сегодняшний день, многие люди, которые стремятся к власти, они стремятся с одной целью, поддерживать зло, пропагандировать зло, навязывать зло, делать зло как норму. И тогда уже не те люди, которые противятся злу, но та власть, которая наслуждает зло, она неизбежно пожнет эти последствия. Спасибо большое. У нас есть небольшой видеосюжет, он даст нам больше информации. Посмотрим. Ликвидация института семьи во всем мире и полная свобода в вопросе сексуальной ориентации личности. Такова идеология гомосексуализма. Недавно во Франции был принят, выдвинутый президентом Франсуа Оландом, законопроект, позволяющий однополым партнерам не только получить официальный статус супругов, но также в предусмотренном законном порядке усыновить детей. Некоторые согласны законопроектам и приветствуют этот смелый шаг новоизбранного президента, считая его правом человека и одним из лучших законопроектов по защите свободы выбора личности. Однако, другая часть общества считает это позорным актом и требует, чтобы президент Оланд подал заявление об отставке. Но и все гомосексуалисты в мире не перестают поднимать голоса в знак протеста, требуя уважения их прав, как сексуального меньшинства. Они продолжают созывать в разных странах митинги, протесты и, кстати, совершенно не встречают запретов со стороны правительства. Право правом, свобода свободой. Но, думаю, стоит задуматься о том, каковым может быть будущее тех детей, которые вынуждены расти в семье, где сказку на ночь читает один папа, окупает и провожает в школу другой. Папа, откуда берутся дети? Могу с уверенностью сказать, что на этот вопрос у однополых супругов точно нет ответа. Пастор Артур, как по-вашему, как можно бороться с этим явлением, с этим грехом, с гомосексуализмом? Как можно бороться? Через Слово Божие, как и боремся с другими грехами, потому что мы должны грех называть грехом. Когда мы говорим, что это проблема, допустим, кто-то говорит, гомосексуальство это проблема, кто-то говорит, что гомосексуальство это психологическая проблема, кто-то говорит, что гомосексуальство это вообще не проблема. Знаете, мы это уводим, эту проблему уводим от Бога, но когда мы называем это грех, это мы привязываем с Богом, потому что человек сознает, что он грешит перед Богом, и каяться надо перед Богом, не перед человеком, это не психика, это на самом деле грех. И вот сейчас в сюжете мы смотрели, как люди ликовали, а кто-то грустно ставил, потому что этот закон провели. И знаете, что я вам хочу еще добавить, что большинство, кто пропагандирует гомосексуализм, или за гомосексуалистов, за однополых браков, за усыновление детей, это эти люди, большинство, они не гомосексуалисты, вот правители, президенты, просто это свободная политическая позиция, все позиции уже заняты, а это место свободное, где можно подняться и где-то удержаться в каком-то кресле, вот они и это самым, и удерживаются с этим, предлагая новые вещи, чтобы собирать какую-то аудиторию возле себя. И, конечно, они этим и ласкают грех, потому что эти люди секулярные, вообще-то они не верят в грех, это секулярные люди, для них какая разница, для них нету разницы, но мы же божье творение, и, я думаю, через только Слово Божие и через силу Господа нашего Иисуса Христа, через Библию, мы можем привести людей к покаянии, если, опять же, человек не попадет в альтернативную церковь, как мы говорили в прошлый раз. Спасибо. Пастор Василий, у вас есть что добавить? Ну, знаете, любой человек, который, так скажем, не религиозный, не имеет каких-то конкретных библейских убеждений, можно сказать, ну, вообще-то это личное дело, и какая разница, кто с кем спит. Но легализация однополых браков, это не личное дело, потому что это не вопрос только этих людей, которые хотят быть вместе, это немножко другой вопрос, это вопрос усыновления. И, знаете, с каждым человеком может произойти что угодно, и завтра, если произойдет какая-то трагедия с семьей, дети окажутся в детском доме, то шансы того, что эти дети окажутся в гомосексуальных семьях, и вследствие этого воспитания их принудят, потому что не добровольно, не врожденно, а принудят избрать именно вот эту ориентацию при пропаганде извне, при пропаганде внутри, да, так называемой семье. Представляете, что произойдет? Поэтому это уже не личное дело, потому что это означает, что помимо моей воли, помимо воли моих детей, в силу каких-то обстоятельств и в силу принятого закона, мы говорим сейчас о Франции, дети могут оказаться, дети верующих родителей, вообще дети родителей, которые бы не хотели этой ориентации, дети, которые бы сами не хотели, они могут оказаться в этих семьях, усыновленными, и быть принужденными к тому, чтобы избрать этот мерзкий путь. Спасибо. Я хочу процитировать, Гюго, он сказал, «Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью негодно и, кроме того, неприменимо». Семья – это кристалл общества. Пастор Артур, у меня вопрос, как по-вашему, вот вся эта агитация гомосексуализма, что это? Просто пытаются укрепить свои позиции в обществе или конкретная атака против традиционной семьи, против образа традиционной семьи? Мы этот вопрос не поймем, пока духовно на это не посмотрим. Если мы духовно посмотрим, все проявится. На самом деле, мы можем видеть, что есть такие места в Библии, что пророчествуют, что сам антихрист будет гомосексуалистом, потому что написано, что женской любви не будет желать. Женской любви не будет желать. И эта пропаганда была почему-то Соддам и Гаморра, мы в прошлой передаче мы показывали сюжет, просто вывезли сюжет, что это все началось еще в Соддам и Гаморе. Почему вот именно это грех? Почему именно это грех? В Библии очень много говорится об этом, потому что мне не кажется, что это просто блуд, это просто какое-то сексуальное наслаждение, потому что люди и так тайно в своих домах сексуальные живут, грешат, но они это не пропагандируют. Это просто, я хочу назвать, открытый бунт против Бога и против человечества. Спасибо. Пастор Василий, я вам хочу задать следующий вопрос, как по-вашему существует опасность, что гомосексуалист станет нормой жизни? Ну, то, что гомосексуалист стал нормой жизни для определенной категории людей, это уже реальность, то, что пытаются навязать это как норму жизни, поэтому еще раз я хочу отметить, что вся эта пропаганда в виде этих гей-парадов, всего чего угодного, телевидение, индустрия, скажем, ТВ-индустрия, даже мультики, книги, вся эта пропаганда, она не направлена на то, чтобы поддержать тех, которые уже избрали этот путь, а наоборот, для того, чтобы расширить пределы вовлечения людей в эти грехи. Казалось бы, казалось бы, вот христиане говорят следующим образом, некоторые я слышал, ну, это же небольшая проблема, сколько этих нетрадиционных, да, их там 5%, все это много или мало, но вы знаете, что 5% статистика говорит таким образом, что если в какое-либо дело активно вовлечено 7%, то это означает, что они способны преломить ход любого движения, то есть 7% способны принести в любое общество изменения. На сегодняшний день это выглядит действительно печально, потому что вопрос в чем? вопрос в том, что людей нетрадиционной ориентации 5%, а, например, в Америке, где принимаются подобные законы в Штатах, где 64% считается процентных христиан, почему-то за однополые браки поддерживают, скажем, все 55%. И это связано с тем, что даже христиане не осознают, насколько это серьезная духовная проблема, как говорил пастор Альтурия. Я согласен с пастором Альтурием, что если мы не увидим, что это не просто проблема некоторых людей в их сексуальной ориентации, это духовная проблема, с которой нужно противостоять очень-очень серьезно. Нужно помогать людям, которые вовлечены в этот грех, если они хотят, если они ищут избавиться от греха. Нужно проповедовать истину, нужно проповедовать покаяние. Но нужно также пробудить христиан к сознанию, что если это наоборот серьезных размеров, масштабов, если это придет к критическому точку в своих масштабах, это будет очень серьезно. Спасибо большое. Пастор Артур, у нас остались считанные секунды. Я прошу вас подвести итог нашей темы. А что итог подвести? Все ясно, и так все ясно. Одну просто в конце скажу, что как Христос сказал, если не покаются, все помрут. И я хочу добавить, если не покаются люди от этого греха, помрут и попадут в ад. Это самый страшный суд, который будет в их жизни. Сегодня человек не должен жить водительством своей плоти, а должен жить водительством духа своего. И я думаю, самая правильная книга, это из книг, книг, это Библия, и мы должны читать Библию, исследовать Библию, и просто жить свято. Спасибо большое. Я хочу сказать большое спасибо нашим экспертам, пастор Артур, большое спасибо, пастор Василий. Спасибо большое. Вам тоже спасибо. Спасибо. Наше время подошло к концу. Всех благ вам. Встретимся. Часто люди пример приводят апостола Павла, который Павел шил палатки, чтобы жить на этом. И говорят, вот Павел занимался бизнесом. Вот это такой вопрос. Но на самом деле Павел не занимался бизнесом, он прикормил себя. Если есть достаточное обеспечение, тогда зачем нужно где-то на стороне еще подрабатывать и тратить свое время, когда можно полностью сосредоточиться на служении Богу, на церкви, на проповедии слова, заботе о людях. Они с детства привыкли, что какой-то бандит должен хорошо жить, а какой-то служитель нет, нехорошо должен жить. Эта передача подготовлена с помощью партнеров телекомпании 7раз70. Благодаря вашей финансовой и молитвенной поддержке у нас будет возможность продолжать наши проекты. Если эта передача затронула ваше сердце, станьте нашим партнером, и мы вместе будем исполнять великое поручение нашего Господа Иисуса Христа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова